Роспотребнадзор начинает массовые проверки по всей стране для прекращения незаконной продажи некурителя никотина, содержащей продукции, в том числе так называемых снюсов. Отметим, что в последней неделе резко отмечен рост распространения и потребления жвачек и леденцов с никотином среди детей и молодежи. В Тверской области пройдут специальные рейды по выявлению недобросовестных предпринимателей, которые реализуют незаконную продукцию. Об опасностях, которые кроются в невинной яркой коробочке, узнали наши корреспонденты. Баночка с конфетами. Наверное, так бы подумали многие, увидев такой товар на полке магазина. Но, увы, это не так. Эта баночка содержит очень опасное и вредное вещество, которое сейчас набирает популярность среди детей и подростков. Причем купить такой товар можно как в крупных федеральных магазинах, так и в киосках. Это леденцы и жвачки, только с никотином. Роспотребнадзор лабораторно подтвердил потенциальную опасность употребления так называемых снюсов, которые создают угрозу здоровью детей и молодежи. Если в обычной сигарете, курильчик, который употребляет, содержится полтора миллиграмма никотина, то вот в этих никотинсодержащих смесях содержится от 20 до 80 миллиграмм. То есть, по большому счету, можно представить, что человек, проглатывая, закладывая в рот такую жвачку или леденец, он употребляет однократно в течение пяти минут порядка 50 сигарет. Это достаточно серьезная доза, которая проявляется, ну и влияет токсическим поражением, влияет на нервную, центральную нервную систему. Соответственно, здесь однозначно налицо воздействие на здоровье человека. Недобросовестные предприниматели обходят ограничения стороной и продолжают продавать новую никотиносодержащую продукцию. Они используют идентификационные признаки, присущие для пищевой продукции. Скрывают снюс под так называемыми масками в карамелях, леденцах, жевательных резинках и так далее. Эти смеси вызывают сильную зависимость. Региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. К нарушителям будут приняты максимально жесткие меры, предусмотренные федеральным законодательством. То есть за продажу данной продукции, за нахождение в реализации, во-первых, идет ее конфискация и привлечение к административной ответственности юридических лиц до 600 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей порядка 70 тысяч рублей. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. В свою очередь, Роспотребнадзор обращает внимание тверичан. Если вы стали свидетелем продажи такого товара на территории нашего региона, сообщать ведомство по телефону 34-22-11 и не быть равнодушным в этом вопросе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова